Святого Иоанна Лествичника. Лествица. Страница 237. 2350. Как запершиеся у себя в доме слышат слова проходящих вне дома, там же не произносит он их. Так и душа в себе самой заключенная, слыша демонские хулы, смущается тем, что произносит мимоходящий демон. Кто уничижил этого врага, тот свободен от немощи. Если же кто ухищряется вести с ним борьбу иначе, то, наконец, порабощается ему. Ибо кто намерен преодолевать духов словами, тот подобен старающемуся запереть ветер. Один старательный монах, тревожимый этим демоном, до двадцати лет изнурял плоть свою постом и бдениями. И как не чувствовал никакой пользы, то пошел и, описав на хартии немощь свою, отдал хартию одному святому мужу. А сам повергся перед ним на лицо свое и не мог возвести на него взора. Старец, как скоро прочел, улыбнулся и, подняв брата, говорит ему, «Возложи руку твою, чадо, на шею мою». И когда брат сделал это, великий старец говорит, «На моей братшей грех этот сколько лет не действовал, и не будет действовать он в тебе. А ты уже после этого не ставь его ни во что». И монах этот подтверждал, что прежде нежели вышел он из кельи старца, немощь его прекратилась. И это рассказывал мне, принося благодарение Христу, сам бывший в искушении. Кто одержал победу над этой немощью, тот отгнал от себя гордыню. Слово двадцать четвертое. О кротости, простоте, незлобе и о лукавстве, приобретаемых не от природы, но от навыка. Солнцу предшествует утренняя заря, всякого же смиренно мудрее предтеча кротость. Поэтому послушаем, в каком порядке сам свет располагает эти добродетели. Ибо говорит он, «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И так еще до солнца можно озаряться светом, а потому уясненный взор возводить к солнцу потом. Невозможно же, совершенно невозможно, не познав предшествующее, видеть последующее, как научает и действительное состояние вещей. Кротость есть неизменяемое состояние ума. Одинаковое и в чести, и в бесчестии. Знак кротости, смущаем ума от ближнего невозмутимо и искренне молиться за него. Кротость – это утес, выдающийся из моря раздражительности, о которой разбиваются все прирожающиеся к нему волны. А сам он остается неподвижным. 5. Кротость есть опора терпения, дверь, лучше же сказать, матерь любви, основание рассудительности, ибо сказано, научит Господь кротких путям своим. Кротость предуготовляет нам отпущение грехов. Она есть дерзновение в молитве. Село Духа Святого, на кого возрю только на кроткого и молчаливого. Исайя 66, 2. Кротость – содейственница послушанию, путеводительница братства, узда для неистовых, преграда раздраженным, подательница радости, подражание Христу, ангельское свойство, узы для демонов, щит против досады. В сердцах кротких почиит Господь, а душа мятежная – седалище дьявола. Кроткие наследуют землю или даже возобладают землею, а люди раздражительны и истреблены будут с земли их. Душа кроткая – престол простоты, а гневный ум – строители лукавства. 10. Душа тихонравная вместит в себя словеса премудрости, потому что Господь наставит кротких на суд. Псалом 24,9. Лучше же сказать на рассудительность. Душа правая – сожительница смирения, а душа лукавая – рабыня гордости. Души кротких исполнится ведение, а ум раздражительный – друг тьмы и невежества. Встретились друг с другом раздражительные и притворные, и в разговоре их невозможно найти ни одного правого слова. Заглянув в сердце первого, найдешь бешенство. Рассмотрев душу другого, увидишь лукавство. Простота есть единообразный навык души, доведенной до непреклонности, на какое-либо злоумие. 15. Лукавство есть искусство, или, лучше сказать, демонское бесстыдство, лишенное истины и думающее укрыться от многих. Лицемерие есть противоположное состояние тела и души, сопряженное с выдумками всякого рода. Незлобие есть ясное состояние души, далекое от всякой выдумки. Правота есть ненатяженный образ мысли, неподдельный нрав, непритворное и ненаперед заготовленное слово. Нелукавый – это душа в чистом ее естестве и в обращении со всяким, показывающей себя таковой, какова она есть. Лукавство есть извращение правоты, обманчивый образ мыслей, ложно прикрывающаяся благораспорядительностью, льстивые клятвы, хитроспетенные слова, глубина сердца, бездна коварства, навыком сделавшаяся лживость, в природу обратившееся самомнение, враг к смирению, личина покаяния, умоление плача, вражда на исповедь, своенравие, предуготовление грехопадений, препятствие к восстанию, при оскорблении улыбка, посупленный вид, прикрытый ее родством, притворное благоговение, демонская жизнь. Лукавый соименник и собеседник дьяволу, почему и Господь научил нас так называть дьявола, говоря «Избави нас от лукавого». Бежим от стремнины лицемерия и от рва двоедушия, слыша, что сказано, лукавнующие истребятся, и как зелия злака скоро отпадут, потому что они пажит демонская. Бог называется как любовью, так и правотою. Почему Премудрый в песнях говорит чистому сердцем, «Правость возлюбила тебя», песня 1.3. Также Отец Премудрого говорит, «Благ и прав Господь», Псалом 24.8. И утверждает, что соименные Богу спасаются им, ибо, говорит, спасающего правых сердцем. И еще «Право ты душ видел и посетил в лице его». Псалом 10.7. Первое свойство детского возраста есть непритворная простота. Пока имел ее Адам, до тех пор не видел в себе ни душевной ноготы, ни плотского неблагообразия. Прекрасная и блаженна простота, бывающая в иных от природы, но не столько, как с усильными трудами, привитая после лукавства, ибо первое укрывается только от великого притворства и от страстей, а последнее ведет к самому высокому смиренно мудрю и кротости. И первая невеликая награда, а последняя весьма высокая. Все мы, вознамерившиеся привлечь на себя милосердие Господа, будем приступать к Нему, как обучающиеся к Учителю, просто, непритворно, не ухищренно, не лукаво, не из пустой пытливости. Он сам прост и несложен, и хочет, чтобы приходящие к Нему души были просты и невинны, потому что простоту никогда невозможно видеть без смирения. Лукавый – это лживый провидис, воображающий о себе, что может заключать из слов о помыслах и из внешнего вида о сердечных расположениях. Видел я праводушных, которые у лукавых научились лукавить, и недоумеваю, почему так скоро могли они утратить природные свойства и преимущества. Но как легко изменяются праводушные, так с трудом могут перемениться лукавые. Истинно странническая жизнь, подчинение и хранение уст, часто имели великую силу и чудным образом исправляли неисцелимое. Тридцать. Если знание надмевает многих, то простота и неученость может быть в такой же мере способны смирять. Примером, ясным правилом и образцом блаженной простоты стал для нас блаженнейший Павел припростый, потому что никто, подлинно никто никогда не видал, не слыхал, и увидеть не может такого приспияния в столь краткое время. Монах исполненный простоты – это бессловесное, разумное, послушное и бремя свое, совершенно возложившее на того, кто ведет его. Бессловесное животное не прикословить тому, кто вяжет его. И душа правая не противится начальнику, следует за влекущим куда ему угодно. Хотя бы повел на заклане, не умеет противоречить. Неудобно богатому войти в царствие, а безрассудные мудрецы в простоту. Высокоумных уцеломудривало нередко падение против воли, даруя им спасение и незлобие. Стой крепко в той мысли, что мудрство не твое ошибочно, и поступая так, обретешь спасение и право то о Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Слово двадцать пятое. О гибели для страстей и высочайшем смиренно-мудрии, которое заключается в невидимом чувстве. Кто видимым словом намеревается ощущение и действенность любви Господней изобразить точно? Смиренно-мудрия. Прилично блаженной непорочности, истина божественного озарения. Ясно. Страха Божия не ложна, сердечного удостоверения искренно. И думает, что не вкусивших этого своим описанием всего подобного. Просветит он. Тот подобен человеку, который словами и подобиями хочет дать понятие о сладости меда людям, никогда его не отведавшим. Но как последний напрасно будет рассуждать, чтобы не сказать пустословить, так первый или окажется неискусным в своем описании, или скорее сделается игралищем тщеславия. Слово это на испытание предлагает такое сокровище, которое сберегается в скудельных сосудах, или лучше сказать в телах, и которого качество остается для всякого ума недоведомым. А одна положенная сверху непонятная надпись доискивающимся ее значения представляет уже обширный предмет для исследования и бесконечного труда. Слова же надписи таковы «Святое смирение». Все, вводимые Духом Божиим, дособерутся с нами в это духовное и мудрое собрание, неся с собой в мысленных руках богописанные скрижали ведения, и мы сходились, доискивались, допытывались смысла этой досточестной надписи. И один сказал, она означает постоянное забвение о своих добрых делах. Другой признание себя из всех последним и всех более грешным. Иной же мысленное признание собственной своей немощи и своего бессилия. Другой опять случай огорчений предупреждение ближнего, чтобы прежде него положить конец гневу. И еще иной признание Божьей благодати и Божьей милосердия. И опять другой чувство души сокрушенной и отречения от собственной воли своей. Но, выслушав все это, внимательно и трезвенно исследовав, сам с собой не мог я узнать по слуху, что такое блаженное чувство смирения. Почему последним из всех, как пес собирает крупицы с трапезы, так и я, собрав, что выпало из уст у этих ведущих и блаженных мужей, в определении смирения, сказал, смиренно мудрее есть не имеющая имени благодать в душе теми, только именуемые, которые изведали ее опытом. Это неизвеченное богатство Божие именование и подаяние, ибо сказано учитесь ни от ангела, ни от человека, ни из книги, но от меня, то есть из моего в вас пребывания, озарения и действования, ибо я кроток и смирен сердцем и помыслом и образом мыслей, и найдете покоя от браний и облегчения от помыслов душам вашим. Вид этого святого виноградника иной во время зимы еще страстей, иной уже в весну плодов, иной самую жатву добродетелей, хотя все эти виды сходны в одном веселье и плодоносии, почему и имеет собственные свои как бы указания и признаки плодов, ибо как скоро начнет в нас свести гроз святого смирения, тотчас, хотя не без борьбы, начинает ненавидеть всякую человеческую славу и похвалу, изгоняя из себя раздражительность и гнев. По мере же того, как этот царица добродетелей преуспевает в душе духовным возрастом, вменяем мы ни во что, или вернее сказать, признаем мерзостью все наши совершенные, совершаемые добрые дела и при недоведомом расточении своего бремени, предполагая, что каждый день больше и больше к нему прилагаем, доходим до заключения, что самое обилие нисходящих на нас божественных дарований, как недостойных тех, угрожает нам приращением большего мучения, почему ум наш, заключаясь в мешке скромности, остается неприкосновенным для врагов, для воров, слыша их удары и насмешки, но не подлежа покушениям ни одного из них, потому что скромность есть недоступное хранилище. 5. Так осмелились мы при скудости слова помудрствовать от светений и кратковременном приспиянии этого пресно светущего плода. В чем же состоит совершенная победная награда этой священной добродетели? Об этом вы, всегдашнее Господу, вопросите самого Господа. Определить количество ее сущностей невозможно, объяснить же ее качество еще более невозможности. По крайней мере, об отличительном ее свойстве попытаем высказать ту мысль, какая приходит нам на ум. покаяние покаяние, даже попечительное, плач очищенный от всякой скверны и святое смирения в новоначальных, столько же имеют разности и различия между собой, сколько закваска и мука отлично от хлеба. Истинным покаянием душа сокрушается истанчивается, приводится же в некое единение и, скажу так, в единое смешение с Богом посредством воды неложного плача. А из этого, коснувшись огню Господню, хлеботворица и отвердевает блаженное, бесквасное и недмящееся смирение. Поэтому, сосредоточившись сама в себе, как бы в единую силу и действенность, эта святая треплетенная вервь, или лучше сказать небесная радуга, имеет уже собственные свои действия и свойства. И что в ней наименуешь, как знак чего-либо одного, то окажется признаком и другого. Почему и попытаюсь сказанное кратко подтвердить видимым начертанием. Первое и преимущественное свойство этой прекрасной досточудной тройственности есть приятие бесчестия с полным удовольствием, когда душа приемлет то с распростертыми руками и объемлет как нечто успокаивающее и попаляющее душевные болезни и великие грехи. Второе же свойство истребление в себе всякой раздражительности и скромность при усыплении той. Третье самая высшая степень верное недоверие к своим совершенствам и непрестанное желание поучать кончина закона и пророков Христос в правду всякому верующему Римлянам 10.4 конец конец нечистых страстей тщеславие и гордыня во всяком невнимательном а истребитель их этот мысленный олень сохраняет живущего с ним невредимым от всякого смертоносного яда ибо оказывается ли когда в смиренномудрии яд лицемерия или яд злоречия скрывается ли где либо в норе змеи не умерщвляется ли и не истребляется ли он скорее извлекаемый из земли сердца в союзе с смиренномудрием невозможно ни появление ненависти ни какой-либо вид прикословия ни даже запах непокорства если только слово не о вере 10 кто с ним вступил в брачный союз тот кроток тихо исполнен сокрушение сострадателен ни на что не вдирая спокоен весел уступчив беспечален неусыпен неленностен и к чему перечислять многое бесстрастен если только во смирении нашем поминаем мы господа избавить нас от врагов и страстей сквер наших монах смиренно-мудренный не допытывается видения тайн а гордый испытует божьи суды а одного из самых следующих братья ублажали демоны представ ему видимо но премудрый сказал им если вы перестали выхвалить меня в душе моей то из удаления вашего заключил бы что я велик если же не перестаете хвалить меня то по самой похвале вашей угадываю свою нечистоту нечист перед господом всякий высокосердый притча 16.5 и так или удалитесь и тогда я велик или хвалите и через вас приобрету смирение пораженные недоумением стали они невидимы да не будет душа твоя таким колодцем животворной всей влаги которая иногда источает ее а иногда опять пересыхает от зноя славы и превозношения но досаделается она источником бесстрастия всегда изводящим из себя реку нищеты зная любезной что удалия умножат пшеницу Салом 64 14 и плод духовный себе удалия же это душа смиренная среди гор то есть трудов и добродетелей пребывающие всегда ненадменные и неподвижные не постился я не предавался бдению не возлегал на голой земле насмирился и вскоре спас меня Господь Салом 14 5 покаяние восставляет плач ударяет в небесную дверь святое смирение отверзает ее а я подтверждаю это и поклоняюсь трем единому и единому в трех солнце освещает все видимое а смирение дает силу всему что делается по разуму если нет света все омрачено если нет смирена мудрия все у нас гнило одно место морское дно перепереходит израильтян целой твари однажды видела солнце и один помысл нередко рождал смирение в один и единственный день возрадовался весь мир и одна только есть добродетель неподражаемая для демонов иное дело превозноситься иное не возноситься и иное смиряться один каждый день судит других другой не судит других но не осуждает и себя самого третий не заслуживая осуждения всегда сам себя осуждает иное дело быть смиренно мудрым иное стараться о приобретении смиренно мудрее а иное хвалить смиренно мудрого первое свойственно совершенным второе истинно послушным а третье всем верным двадцать смиривший свое внутреннее не будет окраден устами чего нет сокровищницы того не выдаст дверь конь когда один часто представляет что бежит а когда с другими тогда узнает свою медлительность если помысл не счастливается уже естественными дарованиями это признак начала здравия но пока не ощутит зловоние гордости да то ли не почувствует благоухание мира возлюбивший меня сказала святое смиренно мудрее пока не сочетается со мною не будет уже ни бить ни судить ни начальствовать ни ухищряться а по сочетании со мною ему закон не лежит 1 тимофей 1 9 одному подвижнику ревнующему облаженном смирении нечистые бесы всеварив сердце по хвалу он же по божьей вдохновению ухищряется препобедить лукавством духов благочестивой хитростью встает и по стене келеса располагает именование самых высших добродетелей то есть совершенной любви ангельского смиренно-мудрия чистой молитвы нераскленной непорочности и других подобных потому потому когда помысл начинали хвалить его говорил он им пойдем за доказательством потом подойдя читал именование и вызывал сам себе пока не приобретешь их да то ли знай далек еще ты от бога 25 не можем мы сказать какая сила и сущность у этого солнца однако из действий и свойств его объясняем уже для себя и сущность смиренно-мудрия есть божий покров чтобы не видеть нам своих приспияний смиренно-мудрия есть бездна самоуничижения недоступная никакому вору смиренно-мудрия есть столб крепости от лица вражия ничего не успеет враг на него и сын или лучше сказать помысл беззакония не приложит озлобить его и иссечет от лица его враги его ненавидящий его победит кроме всех перед этим указанных отличительных свойств салом 88 23 великий обладатель этого домашнего богатства имеет в душе своей и другие и все эти свойства кроме одного свидетельствуют видящим о богатстве о том же что эта святая сущность уже в тебе да знаешь не обманываясь в себе по множеству неизреченного света по несказанной любви к молитве а приобретение этого предшествует сердце не порицающее чужих грехопадений и ему притечи бывает отвращение от всякого тщеславия кто кто познал себя в рассуждении всякого душевного чувства тот посеял на земле а которое не так посеяли в тех не может просвести смиренно мудрее кто познал себя тот приобрел понятие о страхе господним а кто ходит в страхе тот достиг врат любви 30 смирение есть дверь царствия вводящая приближающихся к тому думаю что о входящем этой дверью господь сказал и войдет и выйдет из жизни без страха и пажить найдет и злак в раю все которые приходили в монашеском образе другой дверью суть воры жизни своей разбойники мы намеревающиеся уразуметь себя не перестанем доискивать все этого если с душевным чувством признаем что всякий ближний лучше нас то близко к нам милосердие божие невозможно пламени выйти из снега еще труднее в неправославном быть смиренно мудрее оно есть приспияние верных и благочестивых и при том уже очистившихся многие может быть называем и действительно почитаем себя грешными но сердце испытывается бесчестием поспешающий к этой неволненной пристани не перестанет и способы и слова и мысли и изобретения и вопросы и изыскания и все свое поведение и все средства желания и молитвы к ней и одной направлять о ней и одной помышляя и ее одной домогаясь пока при божьем содействии и при поведении еще более смиренным и уничиженным ладью души своей не избавит из непрестанно бурного моря самомнения потому что освободившийся из этого моря во всех прочих грехах сделается удобо оправдываемым мытарем тридцать пять некоторые прежде учиненные ими худые дела и получив прощение в тех обращали для себя в полос к смиренно мудрию до конца жизни не излагая теми суетное самомнение другими же другие представляя в уме страдания Христова всегда почитают себя должниками иные уничижают себя за ежедневные недостатки иные следствия случившихся с ними искушений недугов и грехопадений усвоили себе матерь дарований а бывают и такие не могу только сказать если они иными которые ради самых даров Божьих по мере снисхождения тех смиряются посчитают себя недостойными такого богатства и пребывают в таком расположении духа как бы с каждым днем возрастал долг их таково смирение таково блаженство и такова совершенная награда когда увидишь или услышишь что иной в немногие годы приобрел высочайшее бесстрастие тогда заключай что пешком прошел он не иным но этим блаженным кратким путем священ священное чета любовь и смирение одно возвышает а другая обладая возвысившимися никогда не падает иное есть сокрушение иное признание иное смирение сокрушение есть порождение падения падающий приходит сокрушение и без дерзновения предстоит на молитве с похвальной однако неотступностью подобно слеченному опираясь на жезл надежды и отгоняя им пса отчаяния 40 признание из собственных своих мер безопасно и легких своих грехопадений ничем не развлекаемое памятование и разумение смирение есть духовное христово учение мысленно приемлемое достойными в душевную их клеть и недоступное чувственному слову кто говорит что вполне ощущает себе запах такого мира а во время похвал чувствует хотя мгновенное движение сердца или уразумевает силу слов тот да не остается в заблуждении уже заблуждается не нам господи не нам но имени твоему дашь славу салом 113 9 говорит некто как слышу с душевным чувством ибо знаем что естество человеческое как обыкновенно не может само по себе пребывать неповрежденным от тебя похвала моя в церкви великой то есть в будущем веке а прежде того не могу принимать ее безопасности для себя если пределом правилам и нравом крайней гордости бывает для славы показывать в себе такие добродетели каких человеки нет то следует что признаком глубочайшего смиренно мудрия будет для уничижения представлять себя виновным в том в чем мы невиновны так поступил взявший в руки хлеб и сыр Ава Симеон таков делатель непорочности который бы снял с себя одежду свою бесстрастно прошел по целому городу Ава Серапион таковые не имеют попечения о том что могут соблазниться люди прияв уже силу посредством молитвы удостоверять всех невидимо а кто имеет попечения о первом тот показывает в себе скудость второго если Бог готов внять прошение то все можем сделать 45 лучше тебя огорчить людей чем Бога Бог радуется видя что сами идем навстречу бесчестию только бы подавить поразить и истребить в себе суетное самомнение